Выдали желаемое за действительное. В Крым ночью 27 ноября поступили первые 22 мегаватта электроэнергии из Краснодарского края. Об этом на заседании межведомственной комиссии по контролю за общественной безопасностью с гордостью сообщил так называемый первый вице-премьер Михаил Шеремет. Еще об этом никто не знает. По энергомосту Кубань-Керчь уже поступили первые 22 мегаватта. Успешно прошло испытание ночью. По словам Шеремета, электроэнергия отправилась в Керчь. Но оказалось, кроме Шеремета, об этом не знают даже в Москве. В Министерстве энергетики России пришлось опровергать слова зама Аксенова. 27 ноября около 11.20 в ряде СМИ появилась информация о поставках 22 мегаватт по энергомосту из Кубани в Крым. Об этом сообщил первый вице-премьер Республики Крым Михаил Шеремет на заседании межведомственной комиссии по контролю за общественной безопасностью. Минэнерго России обращает внимание на то, что данная информация не соответствует действительности. После реакции из Москвы Шеремету срочно пришлось оправдываться. Оказалось, первый зам Аксенова не разобрался в ситуации и выдал желаемое за действительное. И перепутал энергомост из России с Симферопольской ТЭЦ, которая сейчас работает на пределе мощности – двух турбинах и трех котлах. Ночью работники починили вторую турбину и получили дополнительные 22 мегаватта. Только вот жители Симферополя улучшений не заметили. В городе по-прежнему дают свет без графика по 2-4 часа в сутки. Однако не у всех. А еще перед блокаутом обнаружилась часть генераторов пропала. Задача, которая нам дана на сегодняшний день, задача такая, ну, экстраординарная. Но правительство, я считаю, справляется на хорошую четверку. Пять пока поставить нельзя, только скоординированность налаживается. Но, тем не менее, радует уже что? Что мы уже вышли на режим определенный. Штаб заработал так, как и должно работать в этой ситуации. Генераторы нашли все, говорят, что растащили половину генераторов. Дело в том, что все покажет ревизия документальная, так или иначе. Пока генераторы, которые передавала Россия в Крым, ищут, жители полуострова, которые имеют доступ к электричеству, слушают извинения от так называемого главы. Конечно, при этом хочу принести извинения свои глубокие крымчанам, связанные с тем, что не смогли соответствующим образом подготовиться к данной, ну, можно сказать, катастрофе, да, если так оценивать, то есть как бы определенные последствия. Но еще раз говорю, в любом случае надо давать скидку на то, что задача, которая решается сегодня, аналогов не имела и не имеет. Что касается несоблюдения графиков подачи электроэнергии в дома крымчан, Аксенов в очередной раз пообещал, что их опять пересмотрят и рано или поздно начнут выполнять. Крымчане пока ждать готовы. Раньше при Луне, вот при Луне, как ее, жгли палочку и сидели, ищи, ничего. А сейчас? Теперь живем, все. Я во время войны пережила в пеленках, да, и все было, и жива была. И то терпели в войну. Это ерунда все. Я говорю, в школу ходили, при каганцах этих уроков учили. А сейчас можно лечить полежать. Полежать и подождать, пока дают. Все нормально. Ничего нормального нет. Ничего нормального нет. Аксенов много обещал, на деле ничего нет. Целое лето говорил, что готовы, что все готовы, все у нас под контролем, у нас полно генераторов. На самом деле, оказалось, ничего нет. И с лекарствами, и с ценами, и со светом. Еще не хватает газ, выключите, и совсем будет хорошо. Что касается света из Украины, то крымчане скорее не хотят его, чем наоборот. И идти на требования активистов гражданской блокады считают ненужным. Отпустите Савченко, тюрьмы этих. Правильно, патриархи, они теперь отпустят. Ничего им не надо давать. Ничего, правда. Еще на уступки идти за ними. Вот вы становитесь такими же, как они. Ничего не давали. Мы давайте подорвали, что это будет. Ничего им не надо. А вы что? Я очень довольна. Я хочу сказать, что ничего им давать не надо. Так же, как они сделали. Первый раз воду перекрыли сразу нам. Жалко всего стало. Все. Сколько для них делали, для этих украинцев. Рассадник фашизма Украина сегодня. Несмотря на то, что я сама киевская, я сама с Киева. Я бы только так сделала, потому что там будет беда. Я бы то ликвидировала, всю Украину заняла бы. Пока крымчане ждут энергомоста из Кубани и считают, что жизнь при лучи не лучше, чем с украинским светом, мечты о свете из России жителей полуострова холодным душем остужают в Украинерго. Чтобы обеспечить Крым, России необходимо проложить как минимум пять высоковольтных кабелей через Керченский пролив и перестроить энергосистему всего полуострова. Сейчас вдоль Керченского пролива они пытаются кинуть кабель. Пока они не усилят связь между Керчью и Феодосией, Феодосией и Севастополем, оттуда нельзя будет передавать электрическую энергию. Это все равно, что подавать кровь в человеческий организм через вену на ноге. Ее толщины не хватит передать кровь до мозга. В Украинерго поясняют ни сети Ростовской области, ни Восточного Крыма не приспособлены принять такую мощность. Поэтому потребуется масштабная реконструкция и строительство новой энергоинфраструктуры. Для того, чтобы обеспечить Крым гарантированное снабжение от России без учета строительства своих источников традиционной или альтернативной генерации, потребуется около трех лет.